С недавних пор в Нефтекамске появился приют для бродячих животных. Общая площадь помещения составляет 150 квадратных метров. Организация планирует расширить питомник вдвое. Сюда поступают кошки и собаки, найденные ответственной службой на улицах города. С 15 января данная работа перешла в руки и по черепанов. На сегодняшний день в питомнике содержится 6 собак и 3 кошки. На сегодняшний день изготовлены 20 вольеров для кошек. Организован отлов, организована кормежка два раза, выгул обязательно. Территория огорожена, охраняется. Нашей службой осуществляется отлов безнадзорных животных. После осмотра ветстанции, после помещения в карантин на 10 дней, по истечении 10 дней, в течение 30 дней он находится в пункте временного содержания. Это животное находится в пункте временного содержания. Пока животное находится в питомнике, у владельцев, потерявших своего любимца, есть возможность в течение месяца обратиться в службу и узнать, там он или нет. В Нефтекамске есть и благотворительный фонд потеряшки, который занимается присмотром за бездомными животными уже 4 года. В семье каждого волонтера в среднем живут и находятся на передержках примерно по 4 питомца, а то и больше. Каждого водят к ветеринару на осмотр и лечение и оказывают должный им уход. На сегодняшний день в фонде располагается около тысячи собак и кошек. Весь уход и все лечение проводится частично за счет фонда, частично за счет собственных средств, ввиду того, что фонд не настолько располагает средствами свободными, чтобы было нам оказано содействие, содействие в помещении, содействие во временных передержках, во временных вольерах, обустроенных по всем санитарным нормам. Мы хотим добиться, возможно, уступок со стороны нашей администрации ввиду лечения льготного наших животных, потому что ежедневно мы лечим более 10-20 животных. В четверг в стенах «Октавы» провели круглый стол, где собрались чиновники, волонтеры и представители ветеринарных служб города. Главным поводом послужили накопившиеся вопросы, которые возникли в плане отлова и содержания беспризорных животных. Как сообщил депутат Курултая, республики эти проблемы уже не первый год существуют в нашем городе. Я сделал несколько депутатских запросов и в администрацию, и в лечебнице, и другие органы власти. И до сих пор нет нормального ответа, что этот социальный проект надо поддержать. Я поэтому сюда сегодня и пришел выразить свое мнение, что этот социальный проект нужен в любом большом городе, продвинутом городе. Вот эти проекты поддерживаются на уровне главы администрации, правительства. Наибольшее возмущение волонтеров вызвал контракт между администрацией и ИП, в котором черным по белому говорилось о сокращении численности беспризорных на 366 голов. Это половина всего годового плана работы организации. Представители потеряшек предложили администрации пересмотреть условия заключенного контракта для того, чтобы снизить число убитых животных и уменьшить количество бродячих кошек и собак более гуманным путем при помощи стерилизации и кастрации. Мне хотелось бы пересмотреть этот контракт, чтобы он не полностью вас удовлетворил. Они отписались, деньги кинули. Они же даже не проверили вас за месяц. Есть клетки, нет клетки. Соответствуют они. Как животные там живут? В конце концов, присутствующие пришли к единому решению о взаимодействии волонтеров со службой, которая теперь будет заниматься отловом бродячих животных и совместно решать их дальнейшую судьбу. Что же касается условий контракта, то все будет зависеть от решения администрации. Захочет ли она снизить число погибших животных или нет, покажет время. Для справки, питомник для бездомных животных находится по адресу улица Промышленная, 15А, телефон 51556. Татьяна Галиева, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».